Последний год для жителей железнодорожной и ближайших улиц выдался буквально сухим. Воду в домах отключали почти каждый месяц. Причина – изношенный трубопровод. Действующий чугунный трубопровод ввели в эксплуатацию 70 лет назад. Сейчас труба лежит глубоко под землей и все еще питает дома района. Новую полиэтиленовую трубу, вот она, проложат выше и переключат на нее абонентов только после завершения всех работ. В 2020 году трубопровод передали в обслуживание Крайводоканалу. За более чем полвека чугунные трубы пришли в негодность, а из-за коррозии старой коммуникации не выдерживали напора. И вот пришло время перемен. Две организации были, которые обеспечили водоснабжение города на каком-то этапе. Это, безусловно, система Крайводоканала и плюс еще сети водоснабжения железной дороги. Соответственно, на каком-то определенном этапе, когда проходила передача объектов водоснабжения железнодорожных в собственность Крайводоканала, возникли ряд проблем. Связан был прежде всего с тем, что до этого периода времени эти сети должным образом не содержались в нормальном техническом состоянии. Специалистам приходится трудиться в стесненных условиях. Работы в том числе проводят под путепроводом и над железнодорожными путями. Трасса водопровода пересекает и множество других коммуникаций. Работы очень сложные происходят, потому что очень много коммуникаций на протяжении. Поэтому сейчас в данный момент нашли кабель, ждем представителей, будем разбираться. Пока работы сейчас вскроем и будут приостановлены до выяснения, чтобы проводить дальше работу. После замены трубопровода чистую воду с хорошим напором получат более 700 потребителей. Это жители частного сектора и двух многоквартирных домов. Преимущество полиэтилена – это отсутствие коррозии и отсутствие причин возможного вторичного загрязнения питьевой воды. Данные трубы позволяют эксплуатировать более высокое давление. После окончания строительно-монтажных работ будут производиться работы по гидравлическому испытанию, промывке дезинфекции и отбору проб. Запуск в эксплуатацию будет после получения положительных результатов анализов. После замены аварийного участка также установят новые пожарные гидранты. Все работы специалисты планируют завершить уже к концу июля. А ждут, пока по этим трубам потечет чистая вода Виктория Шкальна и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение.